всем привет с вами зауральский садовод на дворе у нас апрель и пришло время сеять белокончанную капусту сеять я буду сегодня ранние сорта поздние и средне поздние сорта всю капусту и раннюю и среднюю и позднюю я сею в один день сею я обычно 5 апреля и сегодня я хочу показать вам как я сею капусту и показать сходы капусты начинаем как обычно с грунта грунт у нас должен быть рыхлый воздуха и водопроницаемый можно взять обычный универсальный магазинный грунт с огорода грунт я не беру во избежание различных каких-то болезней и вредителей поэтому беру грунт обычный магазинный универсальный можно добавить немного торф перлит какие-то разрыхляющие вещества песок можно немного добавить кто-то добавляет еще залу я залу не добавляю главное смотрите чтобы грунт был не кисло он был нейтрализованный потому что капуста все таки не любит кислые почвы дальше что значит с грунтом мы разобрались рыхлый воздуха влагопроницаемый грунт я сею вот в такие стаканчики 200 миллилитровые мне так удобно сразу сеть такие стаканчики без пикировки последующей из них я сразу же высаживаю рассаду в грунт и продаю я рассаду тоже в таких стаканах если вы допустим для себя сеете немного капусты и выращивать ее в квартирных условиях места мало можно ограничиться вот такими плошками можно взять побольше какие-то плошки допустим вот эти прозрачные крышки из-под торта и опять же вы можете потом ее пикировать можете выращивать если у вас большая глубокая емкость можете без пикировки выращивать в общем кому как удобно и опять же если вы берете общие какие-то плошки не стаканчики то сеять лучше рядочками для того чтобы было легче производить полив и рыхление в квартирных условиях капуста вытягивается у нее есть такое свойство потому что ей нужны более низкие температуры для выращивания а в квартире мы не можем обеспечивать эти низкие температуры и сеянцы капусты вытягиваются когда вы их будете пикировать у вас есть возможность заглубить вытянувшиеся сеянцы семена значит у меня вот такие вот они могут быть как зелененькие могут быть синие это семена профсемена они обработаны тирамом тирам это вещество которое предохраняет сеянцы от болезней от вредителей эти семена мы уже ничем не обрабатываем и не замачиваем если вам попадутся такие семена то их можно сеять сразу не можно а нужно сеять сразу уже непосредственно в грунт если у вас семена обычные черные семена их можно замочить перед посевом в растворе марганца то есть обеззаразить или можно в растворе фитоспорина или подержать в чуть горячей воде я обычно таким не занимаюсь потому что я покупаю профсемена которые уже обработаны и подготовлены к посеву я конечно весь посев показывать вам не буду покажу буквально вот на нескольких стаканчиках например как я это делаю потому что севья около 500 штук весь посев естественно я показывать не буду итак что делаем дальше самом деле спаси ничего сложного нет каких-то нюансов там таких прям уж нет как я уже сказала нейтральный грунт набиваем стаканчики емкости у кого какие вот так вот проливаем грунт я проливаю водой с добавлением привикура энерджи от черной ножки так как грунт у меня изначально сыроватый слишком сильно я не промачиваю грунт промачиваю буквально там несколько миллиметров там где будет этот слой где будет лежать семечко таким образом все набиваем полные стаканчики не набиваем потому что все таки надо будет потом еще сверху присыпать грунтом примерно вот так вот оставляем сантиметра полтора так что мы делаем мы смотрим набили стаканчики смочили грунт и сейчас нам надо разложить наши семена я пользуюсь вот таким пинцетиком это достаточно удобно берем семечку и кладем серединку серединку стаканчика так вот таким образом мы разложили свои семена сейчас нам надо их присыпать присыпаем немного буквально щепотку под засыпали чуть-чуть немного утрамбовали вот таким образом вот буквально щепоточка слишком большой слой грунта наверх накладывать не надо буквально вот сантиметровый слой что где-то получился сверху и нормально этого достаточно сверху я также все сбрызгиваю водичкой чтобы верхний слой тоже был влажным посев собственно говоря на этом закончен но вот так просто мы стаканчики емкости свои не оставляем мы должны накрыть их какими-то пакетами или поместить емкости в пакеты кому как удобно в общем надо чем-то закрыть стаканы я ставлю вот такие корзинки обычные магазины из под овощей закрывая пленкой любыми пакетами вот что под руками есть для того чтобы верхний слой грунта не пересыхал при какой температуре я буду проращивать семена семена я проращиваю примерно при температуре 18-20 градусов у меня обычно сходы появляются на третьи сутки где-то так вот примерно третьи четвертые сутки и эти стаканчики уже я переношу в теплицу почему я переношу в теплицу они оставляют допустим дома потому что выращивание белокочанной капусты требует более низких температур в квартире конечно же нам обеспечить эти низкие температуры очень сложно примерно это 10-12 градусов можно даже и ниже потому что ночные температуры допустим в теплице у меня достаточно низкие они градусов 5 до 5 градусов может температура опускаться но сеянцы чувствуют себя нормально при такой температуре днем температура в теплице конечно же повышается и сеянцам необходимо обеспечить как можно больше света если есть возможность допустим у кого-то кто-то делает парники специально парник полностью открывается на день и получается и проветривание приток свежего воздуха и большое количество солнечного света и температура тем самым немного тоже снижается как я сказала севья капусту 5 апреля встретимся буквально через несколько дней я покажу свои всходы и собственно где они у меня будут находиться всем привет это снова я сегодня у нас 9 апреля я производила посев капусты 5 апреля сегодня показываю сеянцы как они зашли как они себя чувствуют и что с ними происходит вот таким образом на сегодняшний день выглядят сеянцы смотрите вот здесь сеянцы достаточно такие маленькие и не вытянутые почему этот ящик я вынесла первым в теплицу вчера вечером как только появились вот петельки чуть-чуть петельки появились и за ночью она у меня вот так уже проклюнулась и так как они проклевывались в холоде в теплице ночью было плюс 5 градусов сеянцы не вытянулись а вот эти сеянцы я не вынесла на ночь петелек у них я не замечала вот в этих ящиках но видимо они уже были и они были ночью дома зашли они дома и конечно же смотрите какая разница они под вытянулись но это ничего страшного потому что оставляю специальное место в стаканчиках сейчас они у меня все выпрямятся на свету в прохладе я чуть-чуть присыплю грунтом ну вот ну собственно это наглядный пример как сходит капуста в прохладных условиях да и как она всходит в теплых условиях если мы продолжаем выращивать в квартире в достаточно жарких условиях то конечно проблема вытягивания сеянцев нам не избежать поэтому нужно обеспечивать достаточно низкие температуры сейчас у нас в теплице плюс 15 градусов солнышка нет так достаточно прохладненько и надеюсь что сеянцы все-таки прекратят вытягивание и будет с ними все нормально в чем будет заключаться дальнейший уход за сеянцами особенного я с ними пока делать ничего не буду подкормки я показывать никакие не буду потому что в грунте они все-таки есть пока им всего хватает полив только обычной водой потом когда уже появится первая пара настоящих листьев я дам азотную подкормку это будет скорее всего аммиачная селитра под корень или кальциевая селитра под корень не знаю посмотрю я определюсь еще попозже по ходу роста сеянцев я буду вам их показывать периодически буду рассказывать как они развиваются что я буду с ними делать как я буду высаживать грунт это я все покажу кому интересно оставайтесь со мной сегодня у меня все всем удачных посевов всходов всем пока